От культуры к транспорту поездки в московских маршрутках становятся в прямом смысле слова опасными для жизни и здоровья. В экстремальном вождении, как и в количестве неисправностей в каждом микроавтобусе, водителям маршрутных такси равных нет. Именно поэтому у столичных властей появились основания и вовсе отказаться от этого вида городского транспорта. Антон Толмачев подробнее о планируемой реформе. Может в аварию попасть, например, в дороге, пока ехать в гараж. Это только Аллах знает. Помощь высших сил Акбару действительно могла понадобиться в любой момент. У микроавтобуса, который он якобы вез в мастерскую, техосмотр закончился еще год назад. Не работают фары и повреждены тормоза. С этой машины номера сняли прямо на месте. Во время рейда нарушения нашлись чуть ли не у каждого второго водителя маршрутки. Управление неисправным автобусом, непристегивание ремнями безопасностями, превышение скоростного режима, езда по обочине. Это привычные, к сожалению, для водителей данной категории нарушения. В погоне за прибылью для них главное подобрать пассажиров быстрее конкурентов и поменьше потратить на ремонт. О пассажирах думать маршрутчикам просто некогда. Если бы они так не гоняли, то нормально ездили, а то ведь как дрова действительно порой везут. Гонят, но надо тоже думать о людях. Вот кадры, которые сняли сами пассажиры. Водитель умудряется одновременно пить кофе, курить, пересчитывать выручку и при этом изредка поглядывать на дорогу. Здесь, прямо в кабине у водителя, маникюрный салон. А этот просто вышвыривает пассажира, не передавшего вовремя деньги. Есть в интернете даже такие кадры. Из несущейся маршрутки прямо на ходу выпала женщина. Штрафы почти за любые нарушения они отрабатывают буквально за час. Поэтому безбоязненно нарушают, обгоняют и подрезают. Все попытки заставить коммерческих перевозчиков играть хоть по каким-то правилам были безуспешны. И вот теперь в департаменте транспорта приняли волевое решение. От автобусов малой вместительности столица откажется совсем. Там нет, действуют произне билеты. Там действует совершенно другая система оплаты. Эти деньги попадают неизвестно кому, соответственно никаких налогов мы не платим. Работающие сегодня коммерческие перевозчики тоже останутся, но при соблюдении жестких условий. Полное обновление автопарка, установка в каждой машине системы ГЛОНАСС для строгого соблюдения расписания. Также должна уйти в прошлое система оплаты проезда водителю на руки. Частные перевозчики будут обязаны принимать единый для Москвы проездной. Все это нужно успеть сделать за два года. Антон Толмачев, Андрей Назаренко и Илья Подкидышев. Вести. Москва.